А он лично знал Фиделя Кастро, он лично знал лидеров сандинистской революции в Никарагуа. Могли идти на Останкино, могли идти на Кремль, могли идти куда угодно. Конечно, левым, особенно левым, лучше умирать, как умер Че Гевара или как Альенде, а не умирать от старости. Здравствуйте, это Максим Шевченко. Хочется поговорить о Викторе Ивановиче Анпилове, который на днях скончался. Виктор Иванович Анпилов был, безусловно, героем, был человеком честным, но героем не реализовавшимся. Героем, который не довоплотил свой героический потенциал. Героем, который бросал вызов системе, но не обладал внутренним инструментарием для того, чтобы конвертировать личную харизму и личное совершенно правильное отношение к миру в политическое действие. Эта фигура, безусловно, трагическая. Мы помним начало 90-х, когда Анпилов одним своим словом собирал сотни тысяч людей на площадях. Людей, которые по его призыву могли идти на Останкино, могли идти на Кремль, могли идти куда угодно. Условно говоря, Анпилов был в одном шаге от того, чтобы свергнуть ельцинскую власть. И почему-то он не решился это сделать. Как справедливо подметил наш выдающийся журналист Исраиль Шамир в своем прекрасном блоге в его аккаунте в Facebook. Всем советую это прочитать. Революция против очевидной несправедливости не делается без решительных шагов, без рисковых шагов. Анпилов так и не решился рискнуть. Так и не решился сделать этот последний шаг. Объявить о необходимости свержения ельцинского режима и восстановления народовластия, восстановления советского строя. Опыт Виктора Ивановича Анпилова, его политически неудачный опыт, политического бытия, когда человек, который был трибуном и легендой площадей, в конце своей жизни был малозаметным лидером, малозаметной маргинальной достаточно партии левого толка. Которую никто не слышал и которая практически нигде не звучала и уже не имела значения. Мы мало кто знает, что Виктор Анпилов великолепно владел испанским языком, был великолепным переводчиком с испанского, занимался средневековой поэзией и испанской, владел разными диалектами. Да, молодость его прошла в Латинской Америке. И конечно, та революционная волна, а он лично знал Фиделя Кастро, он лично знал лидеров сандинистской революции в Никарагуа. Конечно, именно это движение народных масс против несправедливости, против фашизма, против империализма задало всю его жизнь. Но он не смог перенести этот прометеевский огонь латиноамериканской революции, чагеваризма и кастризма сюда в Россию. Он не смог привить латиноамериканский прекрасный революционный цветок свободы и справедливости к российскому такому социальному тяжелому древу, такой, как говорится, не оформившийся до конца жизни политической. Поэтому я считаю, что Виктор Анпилов достойно прожил свою жизнь. Его смерть, смерть наступившая по возрастным причинам, будем откровенны, и вследствие того, что он не жалел свое сердце, не жалел свой ум, борясь за справедливое общество, борясь за восстановление советского проекта, она является в какой-то мере символическим переходом. Виктор Иванович Ампилов, Виктор Илюхин, генерал Рохлин являлись, Рохлин, кстати, был убит, а не умер своей смертью, мы об этом не забудем, являлись символами предыдущей эпохи. В левом движении наступает новое поколение, когда уже мы не должны, не имеем права жить только воспоминаниям о Советском Союзе и тащить это воспоминание в будущее. Вот давайте жить так, как было в СССР, невозможно вернуть прошлое, невозможно вернуть эпоху Ампилова, невозможно вернуть эпоху Рохлина, Харитонова и Илюхина, невозможно. Честь и хвала этим людям, которые честно боролись за свои идеалы, которые пытались отстаивать прошлое, которое прекратилось. Будем диалектиками, будем в конце концов левыми, будем марксистами, мы должны смотреть в будущее. Наши народы России заслуживают того, чтобы самим выдвинуть кандидатом на пост президента России своего народного кандидата. На мой взгляд, это может сегодня очень подходит на это Грудинин Павел Николаевич, директор совхоза имени Ленина. Будущее это безусловно широкий союз левых народно-патриотических сил. Будущее безусловно это Грудинин, который представляет национальную буржуазию социально ориентированную. Будущее это обновленная КПРФ, это Левый фронт, это народно-патриотические силы, которые несмотря на свои монархические и разные право-буржуазные заблуждения, все равно будут леветь на глазах, поверьте, потому что иного пути просто нет. И, конечно же, память о борьбе Виктора Анпилова, память о том, как он в 93-м году в Белом доме был одним из тех, кто организовал безуспешно. Потому что, ну, просто не знали и не понимали, как народные сопротивления, эта память будет жива. Конечно, левым, особенно левым, лучше умирать, как умер Че Гевара или как Альенде, а не умирать от старости. В этом есть некий такой парадокс революционного левого движения. Но, так или иначе, история продолжается, советский проект продолжается в новых интерпретациях, борьба нам предстоит серьезная. И в этой борьбе мы будем помнить Виктора Анпилова. Честь ему и слава. Спасибо вам, Виктор Иванович, за вашу борьбу и за тот огонь, который вы в самые темные времена несли в своих ладонях и передали следующему поколению патриотов нашей страны, тех, кто понимает, что идеи социальной справедливости являются сутью России, сутью ее народов и сутью ее исторической миссии. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Максим Шевченко.